МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации, телерадио компании Гомель. У студии працу Александра Гамоля. Глядите в этом выпуске. У Гомеля сегодня вспоминают подеи 76-годовой Даунины. 26 листопада 1943 года. Город стал первым областным центром Беларуси, вызволенным от немецко-фашистских захопников. Экономика замкнутого цикла. Сегодня у Гомеля обмерковывали пытания экологичной безопасности, обновления ресурсов и перепроцовки другосной сыровины. И в протяге темы про экономию працованных и финансовых ресурсов. На зимовые дороги региона селита выйдя новая спецтехника. А сейчас об этом и иншим больше подробно. Вынки вельми высокие, але головный испыт напереде. Сегодня у Палаца незалежности ушановывали национальную команду краины по весловании на байдарках и каное. Гэта добрая традиция. Урачисты означать ты, кто проставляет Беларусь. В этих залах часто бывают навыковцы, урачи, наставники, войсковцы, будовники и вядома спортсмены. Але на Вацарод их весляры стоять особна. Гэта соправдная элита сусветного спорту. Самая стабильная и поспеховая национальная команда десятигодзя. Такий высокий выник не только заслуга самих спортсменов и тренеров. Працует, что самое важное, протягивает развиваться выразно наладженная система. Президент так само означил эффективность такого комплексного подхода. Неделю назад на Олимпийском собрании мы подводили итоги выступления наших спортсменов в этом году. На чемпионатах мира, олимпийских дисциплинах, как я уже говорил, мы завоевали восемь медалей. И пять из них на счету нашей команды. Все эти достижения свидетельство того, что в Беларуси создана сильная национальная школа гребли. Наши юные таланты побеждают не только на юниорских стартах, но и успешно переходят на высочайший уровень. Ну, это можно назвать в Беларуси исключением. Как только я начинаю у начальников спрашивать за результат, были дети хорошие, юноши, молодежь прекрасная, выигрывают и в биатлоне, и даже в беговых лыжах, зимний вид спорта. Как только доходим до взрослых, где они? Их нет, растворились по дороге. Поэтому я говорю, что вы скорее исключение, когда молодежь подтягивается к взрослым и побеждает. Вызывает уважение, что вы, наставники, всегда переживаете за свой вид спорта. За каждого воспитанника. Упорно трудитесь, не жалея ни сил, ни времени, ни здоровья. Хорошо, что сегодня мы не забыли и о первых тренерах, которые учили чемпионов АЗАМ, заложили основы техники, дали путевку в большой спорт. Так надо делать всегда. Без этих первых тренеров эта россыпь наград и эта торжественная встреча была бы сегодня невозможной. Звание, медали и благодаря всей великой команде. Кроме самих спортсменов, сегодня были отзначены тренеры, выкладчики и медицинские работники. За выдатные спортивные достижения, так само выключенные заслуги в развитии олимпийского руха, массового спорта и спорта высоких достижений, узнагородженный главный тренер команды Владимир Шантарович. Орден Национального олимпийского комитета особиста. АПЛОДИСМЕНТЫ Нагадаемых в этом сезоне национальная команда по весловании на Байдарках и Каное вызначилась самыми высокими досягнениями на домашних европейских гульнях. Завоевали пять золотых медалев. Не было ровных нашим веслярам и празд два месяца. Беларусы перемогли у всех сусветных лидеров. Сборная Германии, Венгрии, Китая, России и Новой Зеланды. Выник 14 медалев чемпионату света. Шесть из их наивысшей вартости. И первое место у агульнокомандным залику. Митинг, каля мемороялу вечный огонь, урочистый сход, святочный концерт и открытие новой экспозиции Музея военной славы. Сегодня у Гомеля отбылся мероприемства, присвеченные 76-й годовине вызволения города от нацистских захопников. Разом с жихарами города их наведали и наши корреспонденты. Бадай самый главный урок Великой Айчинной. Необходно заусёду быть готовым оборонять свою краину. Тая война стала саправдным выпробованием. Комендантский час, гетта, концентрационные лагеры, геттые понятцы на заусёды засталися в памяти поколения 40-х. За час оккупации у Гомеля загинули амаль 150 тысяч человек. Калі память кожного з їх ушановывать хвилины и мавчанья, спотребятся три с половой месяцы. Геттые архивные кадры я еще разсвечать. Город был практически полностью разбуранный, особливая его центральная частка. В центре города практически разрушение до 80% зданий и сооружений. Практически все школы 33 были разрушены, промышленные предприятия, здания основные тоже. Ну и отходя, они тоже пытались, заминировали тот же дом коммуны, который один из немногих остался нетронутым, но вместе с тем заминирован. У гэттые дни коллекция областного музея военной славы попаунилася яше одним достатково редким экспонатом. Размова идея об разведвальной боевой машине пяхоты. У советской армии БМП такой модификации было усяго крыху боль за 60. Яше одна падзея, якая отбылась у музея – открытё новые выставы, присвеченные 75-годзю перамоги у Великой Айчинной. И гадавини вызволения Гомеля. У экспозиции, якая будет працавать на протягу некальких месяцев, боевая зброя, нагрудные знаки и узнагороды, редкие документы и военная форма розных периодов войны. Частку гэтых экспонатов у розные часы передали жихары Гомеля. У шмат яких семьях и зараз заховываются речи, які мают дышанение до Великой Айчинной. Подяки верховного главнокомандующего, своему батьку и его родному брату, Зинаида Гатальская заховывая, як самые дорогие реликвии. У Червоную армию их прозвали у 43-м. Або два вернулися додому живыми, каб почать новое мирное життё. Уже их нет живых с возрастом, но очень я благодарна, что вот такое произошло. Я имею в виду, что вот он, как честный солдат, жигал, как говорят, и до Берлина дошёл. За 76 годов, дякуючу праце Гемельшан, практически полностью разбуранный город одновился. И зараз по праве лечатся одним з лепших у Беларуси. За опушние 7 годов он 4 разы становился лепшим областным городом краины по добру парадкованні. Двойчы был занесены на областную дожку гонору, як переможца с поборніства по социально-экономичным развиті. Рыгор Федорцов худко значыць 87 годзе. Сёння он узгадывая, як у 49-м годзе, починаў свой працовный шлях на заводзе Гомсельмаш. Гэта баў цяжкі час, зато я зараз можна па праве ганарыцца зробленым. Смену отработаем, а ещё пасле войны Гомель ба разрушена много. Мы всегда пасле работы шли, помогали, собирали все эти развалины, помогали порядок наводить. Это то, што запомнилось, какой сейчас наш родной Гомель и какой он был пасле войны. Олегшин Сюрув, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, телерадиокампания «Гомель». Вечная слава героям! У Гомеле сёдня открыли дожку памяти командующему 16-й поветранной армии Сергею Рудэнку и лётчикам, які загинули при вызволенні Гомеля. Вероника Гамзюкова пабывала на церемонии. У час Великой Айчинной войны Сергей Рудэнка баў дельнікам битвы за Сталінград и Курск. Он командувал лётчиками у таких операціях, як Берлінская, Варшавска, Познанская, Пауднёва, Померанская и Беларуская. Самолёты забеспечували поспех наступлений советских войсков на Захад. От битвы за Днепр до опошняга дня операцій «Баграційон». Авиація блескучше выконвала свою задачу в беларускім небе. За выдатное выконання баўых заданняў і проявленные прыгэтым адвагу і геройства, генерал-полковніку авиацій Сергею Рудэнку присвоено звання Героя Советскага Саюза, зручанням ордена Ленина і медаля «Золотая зорка». Пасля Курскай бітвы штаб Рудэнкі перебазіраўся на Ускраўну Гоміля. У ті часы вёску Прудок, а сённі частку города. Міновіта пагэты і причыні дошку пам'яті ёсталявалі тут, на території Гомельського городського кадецкага в училища. На трохтонным кам'яні размещана дошка з протрэтым герой СССР і пам'ятным надпісам, а таксамы імёны тых, хто загинул при вызволенні Гоміля. Нет нигде на території Белоруссії доски, которая бы напоминала, что здесь свой след оставила 16-я воздушная армия і непосредственно её командуючий Сергей Игнатьевич Рудэнкі. Когда Сергей Игнатьевич выступал, особенно перед молодым поколением, ему всегда задавали вопрос, а что вам пам'ятно из военных событий? Он всегда отвечал – мужество і героїзм советського солдата. І в першу очередь, конечно, моїх лётчиків, воздушних стрелков і техніческого персонала. Открытие дошки пам'яті, премеркованній до знам'янальній даты. У гэтым годі спаунилося 115 годів з дня народження полководця авіації. Не обышлось і у гэтый день і без пам'ятних подарунков. Делігація з Курска передала Гомельському кадецкому корпусу две книги, присвечені життю маршала военной авіації. Гомельське кадецке училище поддержало ініціативу жителів Курска і Гомельського міського ісполнительного комітету об відкритті доски, посвяченій лётчикам, погибшим в годы Великой Отечеї войны при освобожденні нашого міста від немецких фашистських захватчиків. Це є патриотичним воспитанням нашого молодого поколення, щоб вони знали історію не тільки Білоруссії, але й своєго родного міста. Увіковечувати пам'ять герою СССР у кадецким в училище протягнуть. Зараз тут уже працює музей Великой Айчинной войны, але у планах зробити експозицію, присвеченнюю мінавіта лётчикам. Іроніка Гамзюкова, Павел Антонов, Телерадоя компанія «Гомель». От радостной известки об зваленні «Гомеля» до жудосных повідомленья об катаванні белорусських дятей. Сьогодні в ушній 25-й школы «Гомеля» упачили газету, выпущенную 27 листопада 1943 года. На наступний день пасля того, як обласний центр став свабодным от фашистів. Пажаю, цілые сторонки газеты «Правда» усквалявали сьогодні усіх, хто меў махчымась декрануться до їх. 27 листопада 1943 года у періядычным виданні надруковалі довго чекану інформацію об тим, що «Гомель» вызваліны. Першопочаткова і унікальний екземпляр трапів у адміністрацію чыгуношнага района ад колекціонера, і керавництва вырошыла, што на своє вочиў бачить історичний артефакт повинны усі жідаючі. Прочитав газету, я поняла, що наш народ – це народ победителя. А победитець він прежде всего тому, що наш народ – це народ патриот. То есть у нас єдиная больша команда, все члены которой, вони придерживаються одной цели. Журналисты во время Великой Отечественной войны делали очень много, оставляя след на века. То есть так передати історію, которая була, може, з такой душою, болю і силию, которую ми читаємо в этой газете, може, тільки людина, який це видав. Особливым гэтый день став для вушняв і педагогів 72-й гомельській школы. Гонорові гості установы приняли у дзел в ауражистостях, примиркованых до дня вызволення гомеля от фашистських захопників і посвятили у піонеры лепших школьників. Подробязності в матеріале Ганны Корольчук. 26 листопада – важная дата не тільки у хістори гомеля, але і у сію країны. Менавіта наш обласны центр першому Беларусі вызволіли от фашистських захопників. Пасля гэтага почалося імкливе вызволення інших городов і районів. З гісторією педагогів і тих дзен в учню 72-й школы познайомим Ростислав Тимофєнка, сын гомельського підпольщика Романа Тимофєнкі, ім'я якого носить адна з вулиц гомеля. Урок мужності змінився святочным концертом і посвяченню піонеры 35 хлопчиков і дзелчынок. Повязати ім гальштуки прийшли члены Комуністичній партиї Беларусі на чалі з першим сакратором яє обласного комітету Аленой Кличковській. У свою чергу дзети пообіцяли гоноровым гостям відповідати іміджі організації і бути прикладом для своїх товаришів. Піонер должен бути добрий, хороший, всім помогати, він должен не бросять нікого в біде, він должен хорошо учиться і робити хороші поступки. Хорошо. А почему ти решила вступити в піонерську організацію? Потому що я хочу помогати людям і бути піонером. Беларусська республіканска піонерська організація сьогодні з'являється самым масовим дитячим об'єднанням Україні. Яєю первічкі піонерські дружини є у кожній школі. Толька в Гомельській в області БРПА налічує більше за 90 тисяч дзятсей. 75% хлопчыка у дзятчинок в узрозці от 7 до 14 годів. Яны вивучаюць у став і традиція організації і приймаюць у дзялу її дзейності. Сьогодні ми підготавлюєм для каждого піодагога-організатора, піонер-важатого готові комплекты мероприятий, які можна распечатати або вивісти на екран і вже в кожній піонерській дружині одновременно проводити достатньо інтересні мероприятия. Ми зараз спробували і з успіхом вже второй год пользуються у нас такі форми, як квіз і квест. Це, мабуть, найбільш інтересній для дітей сьогодні формі мероприятия. Вмісті з тим, у нас є дуже яркі і інтересні інтернет-проекты. Мероприємство працювалося зустріч Альяно Кличковської з старшокласниками і молодими викладчиками установи. Їх познайомили з дійністю Комуністичной партиї Беларусі і Ліги Комуністичной молодзі. А крім таго, я не довідалися більш про сучасне розвиття Гомельщини, яє досягнені і плани на будучиню. Государство відділяє дуже багато внимання спортивним об'єктамі сьогодні лыжа-ролерна траса, січас готовіться к відкритію футбольний манеж, великолепний комплекс в Петриковському районі, спортивний в Житковичах. І хочу сказати, що участь во вторих європейських іграх показала, що іменно ті діти, у каторых є значально даних, каторых не упустили, і каторых ми займаємся в районах маленьких, дають дуже хороші результати. Ганна Корольчук, Євген Макенка, Телерадо, компанія Гомель. Работа з воротами громадян, мониторинги по виконанні законодавства об охові праці і внутри профсоюзной дисципліни. Сьогодні на поширеному посадженні Президуума Савета Гомельського обласного об'єднання профсоюзів підвяли выніки работы за третій квартал 2019-го года і обмерковали планы на ближайшую будучню. За визначенний періет у обласного об'єднання от громадян поступило 38 зворотів, з їх два пауторно. Яше 92 чоловіки звернулися за допомогу у вороженні спрежних питаньів під час особистих прийомів. Сьогодні громадян хвалює заховання їх працівних правов і гаранты, а так само оплата праці. Усе звороты, що поступили у Гомельського об'єднання профсоюзів, розгляджені, заявникам даділи письмові відкази. У третій кварталі 2019-го года був проведений так само мониторинг внутри профсоюзной дисципліни. Работниками апарата Гомельського об'єднання профсоюзів було проверено 71 первична профсоюзна організація различной отраслєвої принадлежності. Я хочу сказати, що нарушений грубих ми не виявили, але є отдельні недостатки в роботі. Вони связані з організацією делопроизводства об'єднання профсоюзних організацій узначалюють люди, які сумішають цю посаду зі своєю профсійною дійністю. Їм необхідна звичайна підтримка. Сьогодні у Гомельський пройшов інформаційно-аддукаційний тематичний семінар, присвячений укороненню безотходной економіки. Мероприємство відбулось у рамках реалізации міжнародной программи «Европейський союз для новокольного осяродзя» у країнах у Сходніх партнерства. З виказаними пропоновами ознайомілися наші корреспонденти. Час, коли ресурсы використовувалися практично безконтрольно, а промислові отходи створали звалки у сотні тисяч тонн застаються у минулому. Экономіка замкнутого типу – термін, який у Білорусі поколь не вельми розповсюджений. На практиці її назначає використання матеріалів на протягу нескольких циклов, що досягається переходом на ресурсо-эффективну витворчість і другосне використання промислових отходів, як выник зниження затрат і повищення устойливості бізнеса. То, що ми производимо, в конце конців, оказывається на свалці в виде отходів. Задача состоїть в тому, щоб количество отходів було уменьшено. Ми не ставимо цель перед собой, каким образом утилизувати или сделать отходи более безопасними. Ми ставимо наоборот цель, як предотвратити образування отходів. Задача Гомельського семінару ознайомить з новою моделью економіки представників підприємства у районах економічних і екологічних службах. Об актуальності використання сучасних міжнародних напрацовок можна меркаваць по сотнях тонн промислових отходів, які не сприяють екологічній безпеці. А про чат того, така колька сметься свідчить об нераціональній використанній ресурсів от сыровіни до води і електроенергії. Для Гомельської області та емаса, правда, актуальна. Для Гомельської області характерно естественне образування большого количества промислових отходів. Ежегодно порядка 3 мільйонів тонн їх образується. Але вже сьогодні можна сказати, що по итогам 2018 року їх использовано 105% від об'єма годового образування. Тобто ми не тільки переработали все те, що образувалося за год, але іспользовували те отходи, які накопили рані. Необходність пероходу на більш економічну витворчість на Гомельщині добре розуміються, тому замежний вопыт уважливо вивчають. Причим тільки теора ісправа в апошній час вже не обм'яжовується. На буйних предприємствах з великою колькостю отходів короняють технології, які дозволяють утягнути у оборот другосні ресурсы. На Белорусській металургічній заводі гіта ісправа і актуально почали займатися з 2014 року, коли тут було створено спеціалізованне датшинне підприємство. Пыль газоочистки – вопрос дуже серйозний і сталкиваються з цією проблемою не тільки в Белорусі, але й в країнах СНГ. Є зараз на роботи, які задумка по перероботі данного отходу з извлеченням оксида цинка, который потом, соліоксида цинка, используються при горячому цинкованні. Олексин Цюров, Максим Савін, Валерий Гопанько, Телерадио, компания «Гомель». Пескораскидывальніки з аутоматичным кірованням і нові снегоуборочні машини. У апошні дні температура поветра раз порос і дзе у мінус, а у небі починають кружить перші сняжінкі. Гэта яшча не зіма, але быць на паготові самы час. Яка спецтехніка сьоліта выйдя на дорогі Гомелі в області і як попавняється її парк, доведалася Марына Джалая. А в такій техніці у Гарсапі літась тільки Марылі. Все літа з гонором демонструють три нові пескораскидывальніки. Яны можуть апрацювати сумісю одразу три полоси, гэта 10 метров. Папередня техніка была различена тільки на одну. Кіровання автоматичне, водіцелю більш не треба выходит з машини. Достатково у кабіні на пульці задать необхідні параметри раскидування супрідгалалєдного матеріялу. А крім таго, сучасні машини можуть апрацювати дорогі не тільки пескосоляній сумісю, а й особна солью. Выгоды відовочні, економія часу, паліва, більш широкі махчимості і комфорт для водіцеля. Кошт навісного абсталявання 35 тисяч. Разом з машиною 150. Парк спецтехніки треба обновляць. Необходно замініть 20 пескораскидувальніків і набыть нові снігоуборочні машини. Чотири машини для уборки снігу отрималася купіць у гэтым годі. В текущім году нашим предприємам підготовлено для роботи в зимніх условіях 59 единиц снігоуборочні техніки. В тому числі 21 дорожна машина і 12 пескоразбрасувателі. З Борисінки переїжджаєм на Лазурну. Тут саправдні п'яшчані дзюны. 25 тисяч тонн п'яшкосоляній сумісі падрыхтують до зімового перейду. Гэта тільки для гомільських дорог. Яше 6 тонн у гарса пакупіць предприємствы, аутосаправкі, дітячі сады і школи. Даречі п'яшок два гады тому почали добывать з власного кар'єра. Гэта на 20% знізила кошт готовой сумісі. Менавіта за зэкономлені гроші сілі ті отрималася набыть нові п'яскоразкидвальнікі. Даречі, раніше п'яскосоляні сумісі рыхтували уручную, погрузчикам. Зараз автоматично з допомоги спецустановки. Якості готовой сумісі, дякуючи гэтаму, так само полепшилася. Пропорція п'яска і солі один до одного. Раніше було три части п'яску і одна солі. У цілим ПАВ-області до роботи у зимову періоду готова омаль шесть половій сотні одинок техніки. На счету порядка 640 едині техніки знаходяться. Із них, в тому числі, порядка 50 п'яскоразбрасувателів, около 200 едині техніки для вивоза, снега для более 200 единиц для чистки. На гэтам випуске завершено. Дякую за увагу і до зустріччого ефіра. Ефір телеканала «Белару-4» продолжает де-факто. В студії Руслан Габрилєв. Здравствуйте. В результате ДТП, которое произошло под Речцей, госпитализирован один пассажир. Травмы получили 6 человек, включая двоих водителей, но наиболее тяжелые у 34-летнього мужчины, жителя города Ветки. В момент столкновения с грузовиком МАЗ он находился на переднем сиденье автобуса рядом с креслом водителя. У пострадавшего закрытая черепно-мозговая травма, ушибы, переломы костей лицевого скелета. Остальные пассажиры, которым изначально потребовалась медицинская помощь, уже выписаны из больницы. Напомним, ДТП произошло на автодороге Октябрьский Парич и Речица. Выезжая с полосы разгона, водитель грузовика не убедился в безопасности маневра и подрезал пассажирский автобус «Неоплан», который двигался по основной полосе проезжей части. Обе машины съехали в Кювет и опрокинулись. Автобус следовал по маршруту Москва-Речица. В Гомеле таксисты не поделили дорогу. Один из них пустил в ход газовый баллончик. Конфликт случился на парковке в районе привокзальной площади. Один из водителей службы извоза остановился, чтобы высадить пассажира, но выезд неожиданно перегородил другой автомобиль такси. Из него вышел мужчина и сказал коллеге, что тот его подрезал, а потом достал из кармана газовый баллончик и распылил аэрозольную смесь сначала в лицо своего оппонента, а затем и в салон его машины. Будучи искренне уверенным в правомерности поступка, таксист, который совершил это, даже не пытался скрыться. Со слов правоохранителей, обидчик пытался оправдать свой поступок. Говорил, что таксист создал аварийную обстановку на дороге, потом якобы начал угрожать расправой, и газ пришлось применить в качестве самообороны. Однако запись с камер видеонаблюдения раскрыла истинное положение вещей. Следственный комитет возбудил уголовное дело за особо злостное хулиганство. Незаконная перевозка цветного металла не удалась жителю из Будокошелевского района. Правоохранители остановили его микроавтобус для проверки и обнаружили нелегальный груз. В салоне «Фольксвагена» находились мешки с различными изделиями из цветного металла, в основном алюминия. Водитель пояснил, что вез груз в пункт приема в Турсырья, но документов на него предоставить не смог. Перевозчика выдала низкая посадка автомобиля. Составлен административный протокол решается вопрос о конфискации транспортного средства. Трое жителей Рогачевского района, обвиняемые в краже скота из фермерского хозяйства, теперь подозреваются в серии преступлений. По версии сотрудников уголовного розыска, мужчины могут быть причастны к кражам животных на территории Кармянского и Рогачевского районов. 16 ноября автомобиль злоумышленников остановили правоохранители и обнаружили в салоне грузовика трех коров. Оказалось, животных тайно вывезли из телятника агрохозяйства в Могилевской области. У милиции есть основания полагать, что троица причастна и к другим кражам на территории Гомельского региона. В этом году о пропаже скота заявляли сельхозпредприятия «Агрожуравичи» и «Корма Агросервис». Задержаны новые подозреваемые. Сотрудники милиции предположили, что все совершенные кражи взаимосвязаны и работает группа неизвестных. Для установления данных лиц правоохранители провели ряд оперативно-розыскных и рейдовых мероприятий. Тогда и были задержаны трое жителей Рогачевского района с поличным. Как удалось установить, в ходе дальнейших следственно-оперативных действий троица причастна к кражам по деревням Драгунск и Староград. Также задержали жителя Жлобина, у которого изъято три коровы, которых похитили в Рогачевском районе. В Гомеле на улице Добружской горел склад с пиломатериалами. Пожар произошел накануне утром. Звонок в Центр оперативного управления поступил в 5.29. В результате пожара уничтожен ангар и 10 кубометров лесопильные продукции, а также расположенные рядом склад. Пострадавших нет. Причина – нарушение правил использования теплогенерирующих устройств. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. Динамовцы наказали хозяев за нарушение правил однажды усилия Мелисичкина. 2-1 победа Гомеля. Первый этап команды Сергея Стасия завершит завтра выездным матчем против юности. Семь наград, пять из которых высшего достоинства. Таков итог выступления борцов вольного стиля из Гомельской области на республиканском турнире памяти героя Советского Союза Дмитрия Карабышева, который завершился в Гродно. В Гомеле также состязались борцы. Республиканская спартакиада детско-юношеских спортивных школ собрала под сводами дворца легкой атлетики более 30 команд со всей страны. В соревнованиях юношей второе место завоевали воспитанники Гомельской из Дюшор номер один «Динамо». В десятке также Кармянская Дюсыша – четвертое место и Гомельская Дюсыша по боксу и стрельбе пулевой – десятое место. У девушек команд из нашего региона в числе призеров нет. Лучший результат показали спортсменки Дюсыша Спарта из Будокошелева – восьмое место в итоговом протоколе. Замкнула десятку сильнейших сборная из Дюшор профсоюзов «СОЖ». В Гомеле стартовал финальный этап Республиканской универсиады. По настольному теннису участие принимает более 120 спортсменов, представляющих 26 вузов страны. Соревновательная программа «Насыщенные» – мужчины и женщины спорят за награды в одиночных и парных соревнованиях, а также в командном турнире. Организаторы не скрывают – нынешняя универсиада по уровню конкуренции уступает прошлогодней, однако все равно на уровне. Конкуренция в этом году немного послабее, чем в прошлом, к сожалению. Но есть спортсмены, которые представляют и находятся в национальной команде. Это члены национальной команды. То есть у мальчиков, у девочек. Очень интересно. Мастера спорта, мастера спорта международного класса. Очень интересно будет финальная проходить встреча. Студентка БГУ, чемпионка Беларуси Маргарита Балтушит в числе фаворитов. В минувшем году она заняла второе место в одиночном разряде. В нынешнем намерена снова бороться за золото. Не пугает теннисистку и насыщенный соревновательный график. Соревнования длятся шесть дней, поэтому есть время и восстановиться, и отдохнуть, и подготовиться к матчам. Поэтому я считаю, что времени на восстановление много, поэтому не должно быть очень тяжело. Что касается командного зачета, то здесь в числе фаворитов вузы из столицы. У девушек год назад сильнейшей была команда БГУ у мужчин Белорусского экономического университета. В числе призеров и гомельчане сборная Белгута сделала бронзовый дубль, заняв третье место и среди девушек, и среди мужчин. Итоги Спартакеады 2019 станут известны 29 ноября. На этом пока все. С новостями спорта вознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.